Всем привет! С вами Мимико и я продолжаю проходить бесконечное лето. У нас наступает второй день и, как вы помните, в прошлый раз герой наш Семен заснул. И, собственно, ему снится какой-то сон, судя по тому, что он говорит. Казалось, я нахожусь в каком-то вакууме, а вокруг пустота. Но не только вокруг. Я единственное существо во Вселенной. Как будто она вернулась в некое сингулярное состояние перед самым большим взрывом. И вот-вот что-то должно было произойти. Вдруг я начал слышать голос. Слов не разобрать, но он показался мне знакомым. Голос что-то нежно нашептывал, как будто убаюкивая. И тут я понял. Это был голос той незнакомки из автобуса. Той девушке из сна. Но что она хочет мне сказать? Кто она? Я проснулся. Яркие лучи солнца били в глаза. Время приближалось к полудню. Лениво потянувшись и зевнув, я начал вспоминать вчерашний день. За несколько секунд все его события пронеслись перед глазами. Автобус, лагерь, местные обитатели. Но ведь все не так. Неправильно. Не эта ситуация, не мое положение. Они неправильны априори. А мое отношение к ним. Ведь я вчера запросто заснул здесь, а до этого мило беседовал с местными пионерами, даже умудрялся шутить. Но как можно себя так вести в подобной ситуации? Я же должен бояться шарахаться от каждого шороха, избегать любого контакта с потенциально враждебными существами. Все события прошедшего дня словно заволокло похмельной дымкой. Это очень похоже на утро после хорошей пьянки. Вчерашнее, естественно, непредосудительное, в высшей степени нормальное поведение утром становится кошмаром. Гротескные гравюры из иллюстрации к божественной комедии. Да, все именно так. Однако прошлого уже не вернуть. Хотя, возможно, оценив обстановку, я действовал по ситуации. Я огляделся по сторонам, пытаясь понять, не забросила ли меня куда-нибудь еще, но домик Ольги Дмитриевны выглядел так же, как и вчера. Все было как будто на своих местах, разве что на спинке кровати висела пионерская форма. Мы ее видим? Нет. Не знаю, может быть, вот эта форма пионерская? Бюстгальтер. Я с недоверием покрутила ее в руках, примерил и оделся. Все равно это лучше, чем ходить в зимней одежде. Посмотреть бы теперь на себя. Наверняка выгляжу как клоун. Ну, блин, меня все еще смущает. Во-первых, сколько ему лет сейчас, на данный момент. Потому что Ольга Дмитриевна с ним в прошлый раз разговаривала, как с ребенком. А во-вторых, он будто бы уже начинает сливаться с этой атмосферой. Меня это тоже напрягает. А для этого нужно зеркало. Хотя бы самое маленькое. Вон зеркало висит, камон. Нашлось оно на дверце шкафа. Спасибо, ты заметил. Твою! Я взглянул на новоиспеченного пионера и аж отпрыгнул в сторону от неожиданности. Он выглядит не так, как выглядел раньше. На другой стороне зеркала стоял какой-то подросток. Похоже на меня, но не я. Куда пропали недельная небритость, мешки под глазами, сутулость и смертельно уставшее выражение лица. Похоже, меня не закинули назад во времени или в параллельную реальность, а просто поменялись с кем-то телами. Действительно просто. Такое же на каждом шагу встречается. Класс. Еще лучше. Я пригляделся к незнакомцу повнимательнее и только тогда понял, что это я сам. Только образца конца школы, начала института. Ладно, хотя бы так. Да уж, человек в стрессовой ситуации словно я не приметил. А вот вожатая обратила внимание, вчера ночью меня отчитала за неподобающее обращение к ней. К черту. Вряд ли мой внешний вид влияет на что-то еще. Если верить часам, завтрак уже давно позади. Ну ладно, попробую все же в столовой найти что-нибудь. Вчера же со Славей получилось. От этих воспоминаний я невольно улыбнулся. На улице ярко светило солнце, дул легкий ветерок. Прекрасный летний день. Я уже несколько лет не чувствовала себя по утрам так хорошо. Все проблемы на секунду улетели куда-то далеко, растворились в редких цветах первого снега облаках. Вдруг передо мной словно из ниоткуда появилась Ольга Дмитриевна. Доброе утро, Семен. Доброе. Я улыбнулся, пытаясь всем видом своим показать, что несмотря ни на что, мое утро действительно было добрым. Ты только вчера приехала, так что будить я тебя не стала. Но завтрак-то... Хотя ладно. Вот, держи. Она протянула мне бумажный сверток. Судя по масляным пятнам, внутри скорее всего бутерброды. Ой, спасибо. А теперь марш умываться. Я уже собиралась уходить. Сейчас, подожди. Ольга Дмитриевна забежала в домик и, вернувшись, стунула мне небольшой пакетик. Внутри оказалась зубная щетка, мыло, небольшое полотенце и что-то еще. Я особо не всматривался. Пионер должен быть всегда чист и опрятен. Дай я тебе галстук правильно завяжу на первый раз, а то он болтается. Потом научишься, сам будешь. А может не надо, я сейчас умываться иду. Ну да, вдруг зацеплюсь за кран и удавлюсь. Ладно, тогда потом. И не забудь про линейку. Карандаши, ручки, линейки. Такие вещи не забываются. Какую линейку? В смысле, какую линейку? Она нахмурилась. Сегодня же понедельник. Странно. А по моим подсчетам воскресенье. Впрочем, смена дня недели это еще не самое страшное. Обычно у нас линейки рано утром. До завтрака. Но сегодня понедельник, поэтому она будет 12 часов. Не опаздывай. Ненавижу линейки, боже. Как я их ненавижу. Хорошо. А где? На площади? Где же еще? Спорить было бессмысленно. Я направился в сторону помывочной. На отдельной душе туалет рассчитывать не приходилось. Но при виде этого выкидыша загнивающего социализма, причудливой черепашки с панцирем и жестью, множеством ног, кранов и кафельным брюшком мне стало несколько не по себе. Блин, а кстати, вот прям нарисовано так очень, очень прям мило так все. Крыны так радужно переливаются. Все так хорошо, все так классно. Будто бы, знаете, чистенько и опрятно. Но по факту, на самом деле, в лагерях, в которых я была, такие места были, ну, такими, знаете, прям обвешалами. Прям вот-вот. Блэх. Очень плохо. Очень плохо. Я не был брезгливым человеком, но, тем не менее, стоя тут, понял, что все же есть какой-то минимальный уровень привычного комфорта, без которого жить мне довольно проблематично. Вот ведь как бывает, когда теряешь вещи, которые всегда казались совершенно обыденными и естественными, понимаешь, что на самом деле они были незаменимы. Ах, да и черт с ним. Убирать все равно не из чего. Вода оказалась просто ледяной. А, ну да, это ржавчина. Но они все равно сделали такие блики, вот прям все реально радужно переливается, прям плитка отражает от себя, я не знаю, все, что и возможно. Окей, окей, окей. И если помыть руки не составило особого труда, то вот умыться и переполоскать рот ей уже большая проблема. Да почему? Умыться холодной водой как раз таки прикольно. Очень прикольно. Прям с утра пробуждает на ура. В пакетике, который мне дала Ольга Дмитриевна, не нашлось зубной пасты. Можно, конечно, было почистить зубы и так, но в полотенце-то была завернута какая-то маленькая коробочка. Зубной порошок. Прелестно. Плюс один за то, что я где-то в прошлом. Мусы я довольно быстро, в том числе и за ледяной воды. Кто-то быстро шел, даже бежал в мою сторону. И обернулся. Передо мной стояла Славя в спортивном костюме. Похоже, эта девочка будет хорошо выглядеть абсолютно во всем. И в пионерской форме, и в купальнике, и, наверное, даже в космическом скафандре. Физкульт, привет! Ох, ай, то есть Бобр... Ммм, доброе утро. Вот. Приветствия мне удалось выбрать не сразу. Почему на завтрак не пришел? Проспал. Я сказала это так, словно гордился своим достижением. Но мне Ольга Дмитриевна бутерброда принесла. А, ну отлично тогда. Не забудь про линейку. Да, конечно. Забудешь тут. Ладно, я побежала. Не скучай. Она помахала мне на прощание и скрылась за поворотом тропинки. И вот меня все еще смущает то, что она и игнорирует вопросы и не дает ей их задавать вообще. Судя по всему, линейка начнется через пару минут. Стоило быстренько забежать домой, закинуть пакетик с умывальными принадлежностями, съесть бутерброды и только уже потом идти на площадь. Я распахнул дверь домика вожата и вбежал внутрь так, как будто запрыгивал в последний вагон уходящего поезда. Ох, оу май. Но, кажется, это было не лучшим решением. Посреди комнаты стояла Ольга Дмитриевна. И переодевалась. Я застыл как копаной, стараясь не дышать. Наконец, вожатая заметила меня. Семен! Я тут же отвернулся. Стучаться надо! А теперь вон! Хо-хо-хо-хо-хо. Хорошо, хорошо, хорошо. Прекрасно. Да, неудобно получилось. Хотя зрелище мне пришлось по нраву. Через минуту вышла и Ольга Дмитриевна. Вот, держи. Теперь это и твой дом тоже. Она протянула мне ключ. И я положила его в карман. Дом. Конечно, если опустить всю фантасмагоричность происходящего, этот лагерь был далеко не самым плохим местом на Земле, но назвать его домом... Всего за день проведенный здесь. Вряд ли я могу это сделать даже спустя год. Ладно, пойдем, опаздываем. А как же бутерброды? По дороге съешь. Мы шли вдоль домиков пионеров, и я уплетал бутерброды с колбасой, а Ольга Дмитриевна трещала безумолку. Ву-ву-ву, как трансформатор. Но меня не волновало ничего, кроме еды. Понял? А? Ты не слушаешь. Простите. Сегодня намечается твоя новая пионерская жизнь, и ты должен приложить все усилия, чтобы она стала счастливой. А, да, конечно. Я серьезно. У пионера много обязанностей. На него возложена большая ответственность участвовать в общественной работе, помогать младшим, учиться, учиться, еще раз учиться. Мы все тут как одна большая семья. И тебе предстоит стать ее частью. Да, частью. Я готов даже расписаться в парбилете, лишь бы не слушать этот бред. Надеюсь, по окончании смены у тебя останутся самые лучшие воспоминания о нашем лагере. Воспоминания на всю жизнь. А когда смена заканчивается? Что ты постоянно всякие глупости спрашиваешь? Похоже, ответов от нее мне не добиться. А жаль. Этот мир кажется дружелюбным, но вот представиться он так и не соизволил. Возможно, сейчас я отношусь к этому несколько спокойнее, чем вчера. Как будто у нас с ним негласное перемирие. Он не трогает меня, но и мне запрещено задавать какие-либо вопросы. Конечно, ситуация не из приятных, но что мне остается? Плохой мир лучше доброй ссоры. Самое главное для тебя использовать время, которое ты проведешь здесь с пользой. Я постараюсь. Честно говоря, этот разговор меня несколько утомил. Узнать хотя бы, где это здесь находится. Но мы пришли на площадь. Пионеры уже выстроились в шеренгу. А что, еще не все пришли? Да вроде все. Она кинула взглядом в свой бравый пионер-отряд. Ладно, иди становись. Странно. Почему тогда она мне сказала, что больше спальных мест нет? Пока вожатая рассказывала о плане мероприятия на неделю, я осматривал присутствующих. Ну, мы здесь, в принципе, всех знаем. Почти вот эту я не знаю девочку. Кто это такая? В паре человек от меня стоял электроник. Чуть дальше Лена и Славе. А в самом конце Ульянка и Алиса. Все знакомые здесь. Ольга Дмитриевна говорила про какие-то спортивные соревнования, я уставился на памятник. Генда. Не удавалось вспомнить ни одного революционера с похожей фамилией. Да и поза у него какая-то странная. Как будто смотрит на происходящее с недоверием, может быть, с перенебрежением или даже надменностью. Наверное, он какой-то местный деятель. О чем мечтаешь? Славя вывела меня из раздумий. Рядом стояла Ольга Дмитриевна. Ты запомнил план на неделю? План? План я никогда не забуду. Вот и отлично. Она посмотрела на Славю. Принесла? Да. Славя протянула мне какой-то листок. Это обходной лист. Тут четыре позиции. За сегодня тебе везде нужно отметиться. Во-первых, записаться в клуб. Они у нас в здании кружков и отдельно музыкальные. Во-вторых, медпункт зайти. Ну и в третью библиотеку. Все, понял? Да. Обходной оказался неплохой возможностью что-нибудь выяснить. Так как в этих локациях я еще не бывал. В локациях. Тогда давай. Начинай прямо сейчас. А как же обед? Ничего страшного. Я еще тебе бутербродов принесу. Обходной лист важнее. Удачи тебе. Они ушли так быстро, что я и слово сказать не успел. Попропустил завтрак. Теперь и обед придется. Да что же это такое? Впрочем, может успею как-нибудь. Кстати, ключи от столовой Слави у нас еще с собой. Обед в час. Хотя, если я пойду есть, то могу не попасть в какое-нибудь место из списка. Ладно, пока все равно в столовой тирана. О май гад, мне самой выбирать? Ну. Эй. Мне честно, я должна выбирать. Я хочу в лес уйти подальше от вас, ребят. Старый корпус еще какой-то. МЖ. Класс. Административный корпус. Сцена. И тут, кстати, нарисовано кто где находится. Класс. Пойдемте в музыкальный кружок. Музыкальный клуб. Небольшое одноэтажное здание. Располагался поодаль от остальных построек лагеря. Не раздумывая, я открыл дверь и вошел. Внутри меня встретил настоящий оркестр. Барабаны, гитары и даже рояль. Некоторое время я внимательно изучала музыкальные инструменты. Хотелось понять, из какого они примерно временного периода. Но неожиданно под роялем послышалось копошение. Оу. Миленько. Миленько. Ну, тут сложно забыть имя Мику. Эти прикольно нарисованы. Мне еще вот эти складочки на чулках нравятся. И вот эти вот. Нормально, 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 нормально. Тут есть на что посмотреть. Окей. Девочка кажется что-то ищет. Она стояла на четвереньках в такой пикантной позе, что я не сразу решился начать разговор. Кстати, у нее очень странная форма, потому что у нее цвет как-то прям не пионерский. Простите. А? Кто здесь? Она попыталась скачать, но днище рояля стало для нее непреодолимой преградой. Ай. С трудом, но девочка все же выбралась. Такое лицо. Извини, что напугал. Да ничего. Вижу у тебя обходной. Новенький, значит. А? Да. Меня Мику зовут. Нет, честно-честно. Никто не верит, а меня правда так зовут. Просто у меня мама из Японии. Папа с ней познакомился, когда строил там. Ну, то есть не строил. У меня инженер. Короче, атомную станцию. Или полотену, или мост. Ну, не важно. Она говорила с такой скоростью, что половину слов просто проглатывала. А я Семен. Отлично. Не хочешь к нам в клуб вступить? Правда, я тут пока одна, но с тобой нас будет двое. Ты на чем-нибудь играть имеешь? Уже в период моего отшельничества я купил гитару и выучил пару аккордов, но потом забросил, как и все, на что требовалось больше нескольких часов. Знаешь, я как-то не планировала особо. Да ладно тебе, я тебе научу играть. Хочешь на трубе, например, или на скрипке? Я на все умею. Честно-честно. Спорить с девочкой-мультиинструменталистом бессмысленно, так как в ответ наверняка последует еще одна пулеметная очередь от слов. Я подумаю, а пока не могла бы ты подписать? Да-да-да. Конечно, давай. Ты захотите стесняйся. Я еще и пою, хорошо. Послушаешь, как я пою японские народные песни? Ну, или если не нравится, может что-нибудь из современных шлягеров? Обязательно. Сейчас мне пора, извини. Конечно. Приходи, непременно. Блин, она еще покраснела. Она безумно. Окей. Это мило. Это мило. Окей. Окончание ее фразы скрылось за закрытой дверью. С одной стороны, неплохо вечерком посидеть, побренчать на гитаре, но в такой компании. Я повернулся, собирался уходить и столкнулся нос к носу с Алисой. Она недобро посмотрела на меня. Зачем пришел? Обходной. Подписал? Да. Свободен. Алиса вошла внутрь, а я поспешила покинуть это место. О май гад. Окей. Хорошо. 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 Вот с кем я не хочу встречаться, так это, блин, с Ульяной. Она мне вообще не нравится. Вообще, 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 вообще не нравится. Окей. Библиотека? Вообще, я, конечно, любила читать, но просиживать днями в библиотеке при нынешних обстоятельствах в мои планы не входило. Так что этот чекпоинт стоило пройти быстрее. Блин, тут подписи за Родину, за Сталина. Книга учителя, близкий товарищ, друг. Пионер учись сражаться за дело рабочего класса. Ааа, не могу прочитать. О май гад. Окей. Окей. Ну, не надо книги недооценивать. Хотя здесь, скорее всего, литература была бы очень странная. Учитывая в целом цензуру. Когда я зашел внутрь, у меня в голове всплыло воспоминание с детства. Оно было очень ярким. Мне лет семь или восемь. Мы с мамой в библиотеке. Пока она выбирает какие-то книжки, которые мне понадобятся для учебы, я сижу и разглядываю местную подборку комиксов. Тогда я не знала, почему их здесь так много и почему нельзя забрать часть домой. Понятия коллективной собственности в том возрасте для меня не существовало. Впрочем, как и понятия собственности вообще. Тем более странным показалось это воспоминание сейчас, когда я находился в том самом отдельно взятом пионерлагере, где коммунизм таки удалось построить за три года. Советская символика была буквально повсюду, а на полках стояли книги в основном соответствующей тематике. Читать их я никак не планировал. Знакомился с полным собранием сочинений Маркса, одна из последних вещей на Земле, которая могла бы прийти мне в голову. Но где же библиотекарь? Найти ее оказалось не так уж и сложно. О, это была библиотекарь там стояла? Я пригляделся. Короткая стрижка, толстые очки, довольно приятное лицо. Она так мило спала, что мне совсем не хотелось ее будить. Пожалуй, подожду, если через полчаса не проснется, тогда что поделать? Просто так сидеть было скучно, и я взял с полки первую попавшуюся книгу. Артур Шопенгауэр «Мир, как воля и представление». Я открыл пример на середине и начал читать. Жизнь человека с ее бесконечными трудами, нуждой и страданием следует рассматривать как объяснение парафраза акта зачатия, то есть решительного утверждения воли к жизни. С этим связано и то, что человек обязан природить смертью и с тоской думает об этом обстоятельстве. Мне, кстати, смущает то, что как бы мы чуток спешим. Да, я понимаю, но можно было нежно как-то ее вывести из сна. Почему мне не дает выбрать? Почему мне не дает выбрать такие мелочи? Разве это не свидетельствует о том, что в нашей жизни заключена некая вина? И, тем не менее, периодически расплачиваясь смертью за рождение и смертью, мы всегда существуем и испытываем все горести и радости жизни попеременно, когда ни одна из них не может нас миновать. Таков результат утверждения воли к жизни. При этом страх смерти, который, несмотря на все страдания жизни, удерживает нас в ней, становится в сущности иллюзией, но столь же иллюзорное влечение, заманившее нас в жизнь. Объективное выражение этого соблазна можно увидеть в обращенных друг на друга страстных взглядах влюбленных, а не из чистейшего выражения воли к жизни в ее утверждении. Как она здесь коротка и нежна. Она хочет благополучия, спокойного наслаждения и тихой радости для себя, для других и для всех. В двери постучали. Я быстро закрыл книгу и положил ее на место. Какая отличная привычка стучать. Надо и мне ее взять на вооружение. В библиотеку вошла Лена. Ой. Привет. Я улыбнулся. Привет. А я вот книжку пришла отдать. У нее в руках была унесенная ветром, которую я увидела вчера. Ой, а Женя спит, тогда я попозже зайду. Уже не сплю. Я удивительно посмотрел в сторону библиотекарши. Она сидела за столом и пристально наблюдала за мной. А тебе чего? Мне пообходной. Давай. Библиотекарша быстро расписалась и протянула мне его. Вид у нее был такой, что продолжать разговор не возникало никакого желания. Лена подошла к ней, отдала книжку, а я поблагодарил Женю и вышел. Это очень странно было что-то, потому что, ну, как бы она такая была милая, когда спала, и при этом такая какая-то грубая, что ли, оказалась. Это странно. Человек пришел в библиотеку, блин, и она недовольна еще. Окей, медпункт. И что я забыла в медпункте? Здоровье вроде не шалило, тем более местный свежий воздух явно пошел мне на пользу. Чувствовала я себя куда бодрее, чем обычно. Но раз надо, так надо. Я вошел. Обычный медпункт у нас в школе был примерно такой же. Какая-то 5 автор жур, сука. Я сегодня не за что позитив. Я слишком мелко не осилил. Что? Что? Что это такое? Ну, слишком мелко, оно же похоже на точки. Не, надо это прочесть. Тут, может быть, вообще набор каких-то символов. Ладно, я с этим потом разберусь. Что-то тут еще у нас есть. Ммм, совочек. Что-то странное. Никаких больше пасхалочек особо нет. А, ладно. Окей, окей, окей. О! Какая дама. За столом сидела женщина средних лет, очевидно, медсестра. Блин, горячая женщина. Она пристально оценивающе посмотрела на меня и продолжала что-то писать. Ну, здравствуй, пионер. Сказала медсестра, не отрываясь от своего занятия. Добрый день. Мне бы вот... Ты присаживайся. Я глядела комнату на кушеточку. Я сел. Раздевайся. Все это она говорила совершенно ровным тоном. Зачем? Смотреть тебя будем. Слушать и здоровье проверять. Меня, кстати, зовут Виолетта, но ты можешь звать меня просто Виолой? Она повернулась в мою сторону. Ну, чего сидишь? Раздевайся. Да я не жалуюсь, и на что мне бы вот... Я аккуратно протянул ей листок. Потом. Она сняла с шеи стетоскоп и, кажется, намеревалась меня им препарировать. В смысле? Препарировать стетоскопом? Камон! Ну, тут в дверь постучали. Медсестра не хотят, ответила. Входите. Моментально дверь распахнулась, и в комнату влетел электроник. Здрасте. Я тут это, на футболе упал. Глупости, конечно, я бы и так, но меня, Ольга Дмитриевна... Но электроника под глазом красовался здоровенный фингал. Что-то я сомневаюсь, что такое можно заработать на футболе. Садись, сейчас посмотрим, сказала она ему. А ты давай сюда свой обходной. Медсестра быстро подписала его и продолжила. Если что заболит, сразу ко мне. Пионер. Блин, ну... Хорошая медсестра мне нравится. Прям... Неплохо, неплохо. Прям... Как надо. Я не стала ничего отвечать. Вышла и закрыла с собой дверь. Медсестра здесь, конечно, еще там. А кухня, столовая, я, получается, опоздала по-любому. То есть я могла смотреть три места и... Окей. Кружки. Я направился к зданию кружков. По правде говоря, мне никогда особо не нравилась эта общественная работа. В школе я всегда под любимым предлогом пропускала субботники. В институте не было ни малейшего желания отступать в студенческий совет. Меня не интересовали секции бокса, авиамоделирования или кройки шитья. Так что сюда я пришел с целью отметиться. Блин, а я, кстати, в лагере записывала где-то на три-четыре кружка и старалась везде успеть, потому что было все интересно. Я помню, хор был, и выжигание было по дереву, и рисование, и какая-то еще спортивная была секция. Я не помню, что-то такое. Внутри никого не оказалось. Я словно оказался в берлоге юного робототехника. Повсюду валялись провода, нехитрые платы, микросхемы. На столе стоял осциллограф. Ммм, самолетчики. Прикольно. Паяльник. Мы все любим паяльники. О, тут, кстати, даже лодочка есть. Прикольно. Из соседнего помещения послышались голоса, и через секунду в комнату вошли двое пионеров. В одном я узнал электроника, второй же был мне незнаком. Привет, Семен, а мы тебя ждали? Кажется, он знает все и во всех. А чего меня ждали? Ну как же, ты пришел в наш клуб кибернетиков записаться, так? Он не дал мне ответить. Знакомься, это Шурик, он у нас главный. А у вас в клубе я там только двое, я так полагаю. Ну, можешь считать, что уже трое. Шурик подошел ко мне и уверенно протянул руку. Его лицо почему-то казалось мне знакомым. Шурик, добро пожаловать. Угу. Давай я тебе тут все покажу. Ты не стесняйся, располагайся. Да нет, ребята, я вообще-то всегда рада новым членам. А сказал это так, что в голове у меня невольно заиграл гимн Советского Союза. Блин. Шурик, который типа из фильмов, что ли? Серьезно? Удивительно, но я еще помнил слова. В первом классе у меня была сетра, с текстом гимна на обратной стороне. Ой, боль. Да нет, мне бы просто обходной лист подписать. Так, ты к нам запишись, а мы тебе его подпишем. Он хитро улыбнулся. Я уже подготовился к длинному и нудному разговору, как вдруг в комнату кто-то вошел. Я обернулся и увидел Славю. Ах, Семен, надеюсь, они тебя тут не достают. Она строго посмотрела на будущих светил отечественного работостроения. А то я их знаю. Они могут. Да, понимаешь, на самом деле мне вопрос обходной подписать. Я решил воспользоваться ситуацией. Так это не проблема. Давай сюда. Славя взяла листок и подошла к Шурику. Подписывай. Ну, подожди, мы еще не закончили. Закончили. Подписывай. Она посмотрела на него так, что возражать Шурик не решился. Он поставил свою закорючку, и я, поблагодарив Славю, с чистой совестью, направился дальше. А дальше-то, кстати, мы не знаем, у нас же нет плана. Итак, я собрал все подписи, следовательно, надо зайти к Ольге Дмитриевне, чтобы отдать листок. Вожатая сидела возле домика и читала книжку. Вряд ли она сама соответствовала образу идеального пионера, которого хотела сделать из меня. Видимо, все ее обязанности – это произносить пламенные речи на линейке, отчитывать Ульяну и принимать деятельное участие в моем физическом и идеологическом воспитании. Вот. Я протянула ей обходной. Она, не считая, сунула листок в карман. Отлично. Значит, можно было самому за всех расписаться и вообще никуда не ходить. Молодец. Ну как, познакомился с нашей медсестрой? Оу, да. Да. Почему-то от этого вопроса у меня мурашки пробежали по коже. В какой кружок записался? Да пока не в какой. Нужно подумать. Ну что же это так? Завтра обязательно запишись куда-нибудь. Конечно. Все непременно. Ладно, пора уже и на ужин идти. Ну, наконец-то. А я уже проголодался. Вместе с Ольгой Дмитриевной мы направились к столовой. Я посмотрел на небо и отметил, что солнце уже начало садиться. На крыльце стояло несколько человек. Алиса, Электроник, Ульяна и Славя. Когда мы подошли, я услышала, о чем они говорят. Алиса. И больше не называй меня 2Ч, а то еще получишь. Электроник. Да не называла я тебя так. Тебе показалось. Ульяна. Называл, называл. Я все слышала. Электроник. Да тебя вообще там не было. Ульяна. А вот ты была. Я в кустах сидела. Славя. Хватит вам. Прекратите. Значит, Электроник свое ранение не на футболе получила. Однако, как хорошо его медсестра подлатала, от фингала не осталось и следа. Ольга Дмитриевна подошла к ним и пыталась выяснить, что происходит. Что вы тут ругаетесь? Славя. Алиса Сыроежкина. В глаз. Алиса. Ничего я не делала. Алиса обиженно фыкнула и зашла внутрь. Ольга Дмитриевна. Ладно. Пора ужинать. Последним в столовую вошел я. Пожалуйста, не с Ульяной. К черту, Ульяну. Похоже, свободных мест осталось не так много. Вдалеке виднелось несколько незанятых стульев рядом с Алисой, но лучше поголодать недельку, чем рискнуть сесть рядом. Также свободно было рядом с Ульяной, но я не сторонник китайской традиционной кухни. Ем все, что ползает. И, наконец, свободный стол был рядом с Мику. Если выбирать из трех зол... Не возражаетесь, я здесь присяду? Мику. Ой, да, конечно. То есть, нет, не возражает. То есть, да, садись, конечно. Я сел. Сегодня, смотри, гречка. Ты любишь гречку и вареная курица? Я вообще курицу не люблю. Ну, то есть, не то, что не люблю. Но если бы меня спросили, что мне больше всего хотелось, то без строганов или рагу. Не может быть, просто котлета. Или ромштекс. Любишь ромштексы? Я не особо привередливый. И это сущая правда. Понятно. Но вот десерт, ты знаешь, мне здесь не очень нравится. Я мороженое люблю. Ты любишь мороженое? Особенно пломбир 48 копеек. Ну, а Ленинградская тоже. Ой, прости, я все о себе. Может, ты больше с кем улюбишь? Боже, компания этой девчонки начинала превращаться в пытку. А я по характеру такой человек, что не могу просто так игнорировать собеседника. Не, ну, кстати, она, в принципе, милая. Как бы. Ну, подумаешь, немножко обалдливая. Ну, она все-таки о нем тоже думает. То есть, может быть, ей надо выговориться, а потом она станет спокойной. Не знаю. Даже ее. Но все же за одним столом сидим. Знаешь, я однажды купила вафельный рожок. Начала есть, а там внутри шуруп. Представляешь? Настоящий такой шуруп. Или болт. Я, честно говоря, в них не разбираюсь. Шурупы это, которыми закручивают кайки. А болты это такие, которые отверткой, да? Думаю, если бы проводился чемпионат по скоростному поеданию пищи, то одно из призовых мест точно досталось бы мне. Ладно, я пойду, а тебе приятного аппетита. Я встала и направился к выходу. Мику что-то пыталась сказать мне след, но ее слова потерялись в шуме толпы чересчур громко ужинащих пионеров. Выйдя из столовой, я сел на ступеньки и решил подождать, пока переварится ужин. Я просто сидел и смотрел, как на лагерь опускается ночь. Здесь все было таким живым днем. Громкий, детский смех, веселые крики, суета и бекотня, шум и гамм, спортивные игры и купание на пляже. Но с наступлением темноты совенок резко преображался. Дневные звуки сменялись тишиной, которые лишь изредка нарушали сверчки и ночные птицы. Лагерь засыпал. В каждой тени можно было узнать кого угодно. Привидение, лешего, просто дикое животное, но никак не пионера. Все это я понял еще по вчерашней ночи. Местные жители строго следовали заведенному распорядку. Дневной лагерь во власти людей, ночной же скорее сил природы. Кто-то легонько похлопал меня по плечу. Я обернулся. Это был Электроник. Пойдем в карты играть. Карты? Да, я игру новую придумал. Интересная. И какую же? Ну, надо сначала карты найти, потом расскажу. Так, ищи. В чем проблема? Они есть только у Ольги Дмитриевны. А она мне не даст. Почему? Ну, в прошлый раз на крыльцов вышли вожатые славе. Ольга Дмитриевна, а Семен как раз хотел у вас карты попросить. И я вообще-то... Зачем? Мы игру новую придумали. Не мы, а ты. Что за игра? Будут карты, я покажу. Ох, не нравится мне эта идея. Но раз и Семен, зато, наверное, ничего страшного. Да я вообще-то... Славя, давайте я с ним схожу, принесу. Пойдемте за картами со Славей. Да? Если ты не против. Конечно, пошли. Мне еще и ключи возвращать надо. Мы направились в сторону домика вожатой. Где-то на полпути Славя вдруг остановилась. Ой, я же совсем забыла, что карта у меня. Очень вовремя. А где твой домик? Да тут, рядом. Пойдем. Мы подошли к домику, который на самом деле больше напоминал вагончик. Подожди тут минутку, я сейчас. Минуты ждать не пришлось, она вернулась через пару секунд. Вот. Славя показала мне довольно потрепанную по колоду карт. Крапленая, небось. Жульничать не спортивно. А уж жульничать, не зная правила Грэви. Пойдем? Пойдем. На обратном пути я решил поговорить с ней в надежде что-нибудь выяснить. А ты давно приехала? Я природу люблю. Я природу люблю. Странно. Но сейчас она почему-то немногословна. Природу? Ясно. Хочешь стать натуралистом? Скорее краеведом. Всегда интересовалась историей родной страны. Это действительно похоже на нее. Казалось, из всех местных обитателей она единственная, кто не скрывал в себе никаких загадок. А вдруг ее тоже как-то сюда забросила, и она просто, как и я, не может никому доверять до конца. Я решил прощупать почву. А почему ты именно в этот лагерь поехала? Родителям путевку на работе дали. Опять облом. Ну, предположено, ей все было, у тебя был выбор. А здесь хорошо. Не думаю, что выбрала бы какое-нибудь другое место. Здесь кажется, что ты становишься каким-то другим человеком. Мне такого совершенно не казалось. В смысле другим? Ну, столько возможностей, столько можно научиться, стольких людей узнать. Сейчас она рассуждала, как вожата, и это меня нарасторожило. Я решил пока прекратить расспросы. Когда мы вернулись, Ольга Дмитриевна сказала Славе. Я же вспомнила, что карта у тебя. Но ничего, мы принесли. Ну и отлично. Славя и Ольга Дмитриевна зашли внутрь. Я уже собирался последовать за ними, как вдруг кто-то резко дернул меня за руку. Это была Алиса. Она смотрела так, что у меня мурашки побежали по спине. Тебе что-то нужно? Осторожно спросила я. Что, ты же планируешь участвовать в этой дурацкой игре? Ну, да, что такого? Нет, ничего. Она уже собиралась уходить, но вдруг обернулась и внимательно посмотрела на меня, улыбнувшись. А, в карты ты играть умеешь? Умею немного. Я никак не мог понять, что я от меня нужна. В дурака небось и все. Это как будто звезда покера. Ну, в принципе, да. Значит, тут у тебя шансов никаких. Почему? По кочану. То есть ты правила знаешь? Конечно. Ну, значит, у тебя будет преимущество. Я не видел смысла дальше продолжать этот разговор и сделал несколько шагов по направлению к двери. Что ты все уйти-то пытаешься? А о чем, собственно, еще говорить? Давай поспорим. Ты про что? Какой же ты тупой. Про карты, про что же еще? И каков же предмет спора, что я тебя обыграю? Ну, это самый вероятный исход. Спокойно согласился я. Значит, боишься? И я не боюсь. Просто не привык спорить, когда не уверен. И рисковать я тоже не привык. Сама наблюдательность просто таки. Ладно, тогда я... Нет уж. Ну что еще? Обессиленно вздохнул я. Алиса начинала мне надоедать своей пустой болтовней про какой-то бессмысленный спор. Если не согласишься спорить, я всем расскажу, что ты ко мне приставал. Камон! Вот. Что? Что слышал? Да, пожалуй, она вполне может. Но это же глупо. Тебе никто не поверит. Я всего не полна два дня здесь. Да и к тому же... Хочешь проверить? Ну, предположим. И что будет, если я выиграю? Я никому ничего не скажу. А если проиграю? Какой же ты тупой! Расскажу, что ты ко мне приставал. Говорила же уже. То есть, получается, мне нужно доказать, что я не делала того, что не делала, так? Считай, как хочешь. Передо мной встал непростой выбор. С одной стороны, было глупо соглашаться, я не знал правил, да и азартные игры не были моим коньком. Но с другой, она вполне могла сильно осложнить мою жизнь в лагере. Хотя можно ли ей верить? Даже если я выиграю, не притворит ли она в жизни свои угрозы? Так что решил. Я уже была собиралась ответить, как у меня за спиной бесшумно вынурнула Лена. Чего тебе? Ничего. Лена спешно зашла в столовую. Ну? Вы знаете, она меня... Ну, возбуждает во мне какой-то интерес просто поспорить вот именно. Потому что, ну, блин, просто чисто поставить ее на место. Ну, не совсем логично, когда я даже правил не знаю. Ну, я азартный человек, поэтому мы с ней поспорим. Возможно, я еще сто раз об этом пожалею. О, да, скорее всего, ты об этом пожалеешь. Ладно. Идет. Она улыбнулась. Только если я выиграю. Да-да, все честно, без обмана. Алиса поднялась по лестнице и вошла внутрь. С другой стороны, с другой стороны, возможно, если я проиграю, нас подслушивала Лена. И, возможно, она всем расскажет, что на самом деле это не так и Алису подставят. Вполне возможно. И зачем я во все это ввязался? Может быть, уверился, что она в любом случае найдет, как мне жизнь испортить. Раз уж решила. Меня тяжело вздохнул, направился за ней в столовую. Внутри все было уже готово. Тут и там толпились пионеры, весело разговаривая о своем. Столы сдвинули поближе к стенам, чтобы освободить место для игроков и зрителей. Я осмотрелся. В дальнем углу что-то происходило. Подойдя ближе, я увидел большой лист ватмана с какой-то схемой. В списке участников обнаружилось мое имя. Эй, кто это все придумал? Вот. То есть сначала они, то есть потом они друг с другом, я с Леной. Ха, забавно. А почему моей фотки здесь нет? Толкнул я электроника, стоявшего рядом. Электроник, конечно же, ваш покорный слуга. Он отвесил мне поклон, от чего меня аж передернуло. Ну и зачем меня сюда включили? Спросил я разочарованно. Еще пару секунд назад оставалась хоть какая-то надежда, что не придется участвовать в этом турнире, и благодаря этому появится возможность легально улизнуть от спора с Алисой. Но теперь этой надежды больше нет. Электроник так распорядился слепой жребий. Хороший жребий. Со всеми участников турнира я так или иначе уже успел познакомиться. А ведь помимо них тут еще не один десяток пионеров. Меня охватила тревога. То чувство, когда кажется, что за тобой кто-то наблюдает в пустой, плотно закрытой комнате без окон. «А призы-то какие-нибудь будут?» – спросил я его лениво. Может быть, я просто хотела отвлечься бессмысленным разговором. Электроник только собрался ответить, как откуда ни возьмись появилась влиянка и начала прыгать вокруг него. «Призы, призы!» «Я что-то слышала про призы!» «Знаешь, какой главный принцип олимпийских игр?» «Нет. А какой?» «Вот вырастешь, узнаешь!» Она надула губки и ткнула электроника вбок. «Так призы будут!» Электроник. «Ну, я не знаю. Не от меня это зависит!» Он обреченно развел руками. А ведь действительно, раз уж затеяли эту дурацкую игру, то могли хотя бы шоколадными миндалями озаботиться. Ульянка неожиданно сорвалась с места и куда-то побежала. «Мне бы чуток ее оптимизма!» «Ну так что, правила объяснишь?» «Всему свое время. Еще не все собрались. Я кинул в столовую рядом Алиса, Славе, Лену, Мику и Шурик на месте. Вроде бы все. Как же, Жени нет!» Мне показалось, что он сказал это несколько взволнованным тоном. «Ну, нет и нет. А что теперь? Поставь вместо нее кого-нибудь другого!» «Нельзя!» «Растягивая каждую букву», — ответил он. «Я не стала уточнять, почему именно нельзя. Ну, сходи тогда за ней, что ли, не знаю». «Не надо ему никуда ходить. Он организатор. Ему не положено», — сказала Ольга Дмитриевна. «Словно из-под земли рядом с нами возникла вожатая». «Электроник! Ну, Ольга Дмитриевна!» — взмолился электроник. «Семен сходит!» «Так, Семен!» Она посмотрела на меня и улыбнулась. «Конечно! Всегда я!» «А где она?» «Наверное, в библиотеке». «Ладно», — протянул я и направился к дверям. «Только быстрее!» — донесся мне вслед крик электроника. «Скорая ночь уже!» Я, не спеша, стараясь убить как можно больше времени, шел в сторону библиотеки. Однако Женя нашлась раньше. Она сидела на лавочке, уставившись в сторону безмолвного генды. «Ты что тут делаешь?» «Тебя все обыскались!» «Сижу, как видишь!» Она нахмурилась. «Пойдем скорее!» «Не хочу!» Женя отвернулась. «Почему?» «Не хочу и все!» Я сел рядом. «Слушай, мне тоже не очень нравится вся эта затея, но нельзя же всех подводить!» Мои слова звучали так, словно я говорил кто-то другой. Еще пару дней назад мне бы и в голову не пришлось сказать подобное. Женя удивленно посмотрела на меня. «Так что, все только меня ждут?» «А я о тебе о чем?» «Да». «Все равно нет». Она нахмурилась и снова отвернулась. «Но почему?» Я всплеснул руками. «Не умею играть в карты!» «Ну и что?» «Я тоже не знаю правил!» «Ну и как тогда играть?» «А что, ты умеешь только то, о чем читала в книгах?» «Конечно!» Она удивилась. «А если ты попадешь в Антарктиду, и тебе придется охотиться на белых медведей?» «Белые медведи не живут в Антарктиде!» Женя улыбнулась. «Ладно, это просто пример. В конце концов, не на коров уже играем». Она задумалась. «Просто не хочу подводить ребят». «Да-да». Саркастически согласился я. «И не подумай ничего такого!» Я даже не понял, что она имела в виду. Очевидно, у любого человека есть свои слабые места. Через минуту мы уже стояли в столовой. Все внимательно смотрели на электроника. «Итак...» Прокашлялся он. «Каждый тур состоит из одной игры. В случае ничьей будет переигровка. После этого проигравший выбывает, а начинается следующий тур. Поскольку добровольцев...» Он посмотрел на меня. «Поскольку участников восемь, то и туров будет три». «Все понятно!» Толпа пионеров весело загалдела. «Ульяна...» «А призы какие!» «Призы!» «Славя...» «Ульяна, хватит!» Вперед восхищала Славя, тщетно пытаясь поймать Ульянку. «Ульяна...» «Пока не выиграю приз!» «Не успокоюсь!» Кажется, одной этой девочке было достаточно для варп-прыжка к Альфи Центавра. «Ульяна...» «Как заведенная кричала Ульяна...» «Славя...» «Прекрати!» Уговаривала ее Славя. А у электроника, похоже, от всей этой беготни вокруг него уже закружилась голова. «Давайте начинать!» Спокойно сказал я и добавил, обращаясь к Ульянке. «А то никаких призов не получишь!» Такой аргумент, похоже, подействовал, а навернулся в свое место. За ней последовала Славя, бросив мне на прощание улыбку благодарности. Пионеры, наконец, угомонились. Я подошел к столу, за которым сидела Лена. «Не возражаете?» Она подняла на меня глаза и покраснела. «Не волнуйся, я тоже правил не знаю. И почему тоже?» Я сел. «Все вот вышло так, что первый тур нам с тобой играть. Да. Наконец, электроника начала объяснять правила. Посмотрите на карту внимательно. Перед вами их ровно шесть. Надеюсь, считать здесь все умеют. А что там нарисован? Там тоже что-то с пионерлагерем связанное. Тут все в галстучках, в форме. Теперь можете их открыть. Когда все посмотрели свои карты, электроник продолжил. Я не вижу за тобой карты свои. Правила такие же, как в покере. Думаю, все играть умеют. Я-то умел, но вот остальных не был уверен. Сначала идет самая старшая карта, потом пара, потом две пары, потом тройка. Ну и так далее. Первым ходом вы выбираете карту, которую хотите забрать у противника. У него же, в свою очередь, есть возможность поменять карты местами два раза. Но можно и не менять, если собираетесь забрать ненужную карту. Но учтите, противник видит, какие карты вы меняете местами. Далее соперник забирает у вас одну карту. Ну и так далее. Думаю, все понятно. Не было совершенно ничего непонятно. Эй, ты, Эйнштейн, недоделанный. Послушался издлека голос Ульянки. Ничегошеньки, непонятно. Походу разберешься. Электроник отошел к столу со схемой, оставив Ульяну злиться в одиночестве. Ходи первая. Я надеялся, что быстро смогу вникнуть в игру. Блин, мне нихрена непонятно. Я не разбираюсь в покере. То есть, меня уже пару раз или тройку даже пытались научить играть. Я, в принципе, правила более-менее понимала. Но после того, как игра заканчивалась, я таким, знаете, чудесным образом забывала все, что происходило. То есть, ну, такое. И Лена, смутившись еще больше, чем обычно, потянулась к моим картам. Но на середине стола ее рука зависла. Ты будешь? Точно, я же должен защищать свою карту. И что там говорил Электроник? Чтобы попытаться запутать соперника, можно поменять карты местами. И так два раза. А можно и не менять. Защищать мне эту карту или нет? К тому же, я могу сразу согласиться отдать ей карту, которую она выбрала. А Лена может изменить свой выбор, взяв другую карту. А может и не менять. Защита. Кругов осталось, обменов осталось. Меняем местами. Ага. Понемногу все становилось понятно. Или хотя бы понятнее. Теперь моя очередь. Я могу вернуть карту, которую она забрала. Или выбрать любую другую. Интересно. Прикольно. Лена может попробовать защитить свою карту. Но если я буду внимателен, то все равно выберу ту, что выбрал с самого начала. Получилось. У меня пара. Электроник до этого, лишь молча наблюдавший за игрой, удовлетворенно кивнул. Похоже, теперь мы действительно немного разобрались, что к чему. Итак, во время игры противники три раза обмениваются картами, а потом скрываются. У меня вырвался невольный смешок от слов скрывается. Что смешного? Не, ничего. Сдерживайтесь с последних сил, чтобы не прыснуть, ответил я. Он пристально посмотрел на меня и продолжил. И мы смотрим, у кого лучшие карты. Электроник вернулся к своему ватману. О, забавно. Мне главное забавляет, что здесь как бы, ну, местами отсылки на там, ну, Ульянку там и так далее. Ну, вот так вот кошки, вот эти вот, ее неки, ее нигде что-то не видно. Мне, кстати, нравится такая Ульяна на машине, где просто кого-то нафиг разбила. И это тоже как бы, ну, тьф, забавно. Так, она хочет ее. Ну, пускай забирает. Так. Допустим. А если эту? Не хочешь ее отдавать? О. ОК, 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 ОК. Хорошо. Дашь? Дай. Четверк. У меня один круг остался, я не знаю, что делать с этой Леной. Все плохо. У меня не будет таким образом никакой пары. Что ты от меня хочешь, девочка? Дай. Тройка. У меня вообще ничего нет, у меня фейл. Класс, у нее две десятки. Если она у меня ее как отобрала, так и все. Класс. Как обидно все-таки проигрывать. Я вышел из столовой. Спать ложиться было еще рано, так что небольшая прогулка показалась отличным вариантом. Куда же направиться? Да я даже не знаю. Пойдемте на сцену, сходим, интересно. Я решил пойти на север, по крайней мере туда, где он по моим представлениям находился. Спустя пару минут вдалеке показалась концертная площадка, несколько рядов, деревянная скамейка, деревянная же эстрада. Я поднялся на сцену. Там было довольно много всякого музыкального оборудования, колонки, микрофонная стойка и даже пианино. Я представил, что передо мной толпа зрителей, все кричат, приветствуют меня, а в глаза бьет слепящий свет прожекторов. Вообразив, что в руках гитары, я попыталась исполнить длинное, красивое соло. Наверное, со стороны это смотрело смешно, парень на сцене размахивает руками, бегает туда-сюда, корча, сокривляется и при этом строит глупые гримасы. Это мило. Хорошо бы меня здесь никто не увидел. С этими мыслями я спрыгнул со сцены и поспешно зашагал прочь. Впервые за день меня накрыла дикая усталость. Свет в огне не горел, значит, Ольга Дмитриевна уже спала. Странно, вчера она меня дождалась. Я зашел, тихо разделся и лег на кровать. Если прозмыслить, моя ситуация за сегодня совершенно не прояснилась. Сущности, я весь день занимался бесполезными вещами. В реальном мире мне бы в голову не пришло тратить свое время на что-то подобное. Хотя как раз там у меня этого времени было хоть отбавляй. А сколько его тут, совершенно неизвестно. Может быть целая вечность, а может всего несколько минут. Мне не хотелось больше думать о прошлом, о том, как я попал в этот лагерь. Впервые за очень долгое время я по-настоящему устал. Не только эмоционально, но и физически, психологически, ибо узнает, как еще. Я хотел лишь, чтобы от меня все отстали. В первую очередь мои мысли. Хотел, чтобы все разрешилось как-нибудь само собой. Ну или, по крайней мере, без моего деятельного участия. А вдруг я тут навсегда? Тогда придется привыкать. Вот так просто. И я не готов. Сознание улетало все дальше, и все сложнее становилось концентрироваться на чем-то конкретном. Наверное, лучше отложить на завтра. Я перевернулась на другой бок и заснул. И у нас, получается, начинается третий день класс. День три. И снова у нас начало следующего дня. Может быть, даже все-таки еще ночь. Прям не знаю, не знаю, не знаю. Посмотрим, что тут будет. Я пока по дням хотя бы буду сохранять. Без каких-то особых, знаете, чекпоинтов или еще как-то. Ну, посмотрим. Так, в главное меню. Мы сохранились. Все верно. Замечательно. Я... Ну, мы увидимся мы с вами в следующем выпуске, ребята же. Посмотрим, чем это все закончится. И как дальше разобьется сюжет. Подписывайтесь, ставьте лайки обязательно. Жду ваших комментариев. Давайте все это обсудим. Всем пока-пока. И до встречи.